Я вас приветствую, товарищи. Сегодня видео посвящено такой теме, как, ну, наверное, игра для себя. Решу его сейчас по дороге из зала. Очень тяжело. Мне был в зале примерно месяц. Веса все упали, но, не знаю, скажем так, какие-то методы восстановления. Я надеюсь, что через 2-3 недели будет все опять, как раньше. Окей. Значит, о чем пойдет речь? Я очень часто вижу в спорах, и в том числе в свой адрес, такую аргументацию, дескать, вот эти тайминги, шмайминги, там, синхронизации и все такое прочее. Зачем оно вообще нужно? Нахрен оно надо? Это все задротство, это все лишнее. Ну, давайте разберемся, зачем действительно оно все нужно. Я подразделяю, вот, например, своих учеников на 2 большие категории. Первое, самое малочисленное, это люди, которых можно по пальцам одной руки пересчитать. За, ну, не за все, конечно, временно, но тем не менее. Это люди, которые стремятся в профессиональный мир, либо уже находятся в нем. Там, играют в кавер-командах, там, еще что-то. Ну, и вообще, в целом, всей аудитории этих людей минимальное количество всегда. Так вот, на мой взгляд, сложно представить себе профессионала, который криво играет по ритму, например. Или у которого синхрон, возня, там, по звуку и полный шлак вообще. На мой взгляд, это неверно. Хотя есть и такие, и они играют, и работают, и даже преподают, и даже в учебных заведениях. Это вообще просто труба, конечно. Но речь не об инвалидах, по боли своей, а о другом. Вторая часть аудитории, это любители. Это люди, которые просто занимаются гитарой, потому что им нравится. У них есть работа, семья, другие какие-то хобби. И вот одно из главных увлечений для них, это гитара и музыка. И казалось бы, действительно, а нахрена им вот эти вот супер мелкие нюансы? Зачем им вот это все там, синхронизация и все такое прочее? А я отвечу вот как. Здесь все зависит от того, насколько ты получаешь удовольствие от своей игры, насколько ты, можно сказать, даже уважаешься с этой точки зрения себя. Ну, например, очень многие мои ученики, когда позанимаются, играя, например, в своей группе, там приходят на занятия, говорят, блин, вчера, короче, начал в бочку прям попадать, ел и пал, и такой кайф вообще просто, и всем понравилось, и мы все прям ошкайфовали вообще, так круто было, настолько большая разница. Вот, то есть это люди, которые получают удовольствие не только от самого факта того, что они играют на гитаре и взяли там три квинты, от того, как они на ней играют, какая у них ритмика, какое у них звукоизвлечение, и им по кайфу то, что они прогрессируют, им нравится то, что у них улучшается все, звучит лучше, играется лучше и так далее. И здесь можно сравнить с людьми, там вот есть две категории таких граждан, с точки зрения, как это ни странно, секса. Есть категория граждан, которым, в принципе, все равно, с кем заниматься любовью, ну или кого трахать другую, здесь, наверное, будет более уместно. То есть старая, страшная, жирная, там в прыщах, в каких-то пятнах, там бухая, там кривая, насрать, главное, есть вот, там какая-то нибудь трепозная под рукой. Все, выжрал водяры дешевый и засунул в нее свой хуй многострадальный, и п***ц, 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 п***ц. Вот. А есть другая категория, которым не все равно, у которых, очевидно, хер не казенный, и очевидно, что они не будут засовывать его в первых попавших вещей, только по факту ее наличия под рукой. Это люди, которые себя уважают, которые предпочтут, например, женщину с хорошей фигурой, с симпатичным лицом, какими-то мозгами, да? То есть не просто первых попавшихся, с которыми, ментарно, даже хотя бы интересно что-то обсудить там. Ну и, разумеется, с которыми просто эстетически приятно заниматься любовью. Вот и все, здесь то же самое. То есть, конечно, если человек засовывает во все, движущийся или не движущийся, там, в козу, или в кого угодно там, то это его, безусловно, право. Но, на мой взгляд, крайне неверно лезть к людям, которые любят красивых женщин, с советами о том, что, типа, да и неправильная, ебать, надо ебать вообще все, что шевелится там, и коз, и мух там, и все остальное. Поэтому точно так же я считаю неверным со стороны этих же товарищей лезть с советами на тему того, что нахрен теперь вся эта мура с синхронизациями нужна, играй там три квинта и борость и кайфуй, потому что это такой расслабленный рокерский драйв. Окей? Поэтому занимайтесь любовью с красивыми женщинами, любите красивых женщин, занимайтесь гитарой, занимайтесь музыкой. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok